я передуб солнечная турция на проводе с александр александровна сан саныч куда мы идем туда мы по набережной практически идем до переведу так с пустым баком не надо перед нами сколько машин сегодня погода такая солнечная вчера басмурная дождь мы идем на репетицию санек покажи она с ковриком будет еще растягиваться саш ты вообще часто растягиваешься но занимаешься вот именно со скольки лет и начала заниматься спортом это поздно считается да то есть ты начала смотреть сколько людей сидит на набережной сколько людей слушаешь в 19 на солнышке в 19 с нуля начала да прям вообще не шпагата не было ничего то есть это говорит о том что не доставала то есть это говорит о том что в любом возрасте да можно начать при желании ты сама сама начала или кто-то типа ну а почему ну как вот так что пришло к тебе один циркового мальчика потом а а а кольцо очень понравился вот понятно ну короче мальчик любовь свету я придала ну как бы с этим с миром цирка вроде бы да через познакомилась с мальчиком подожди по шнурке и сама увидела ну то есть мы начали как бы цирковей внутри красотенька к как раньше отбирали вот был отбор после колледжа я так понимаю после выпускных всех этих раньше не было но настолько там телефоны видео это по-другому немножечко было телефоны были без камер и на отбор приезжали вот устраивали как шоу кастинг новые артисты да там молодые и кастинг устраивали для для них приезжали прямо импресарио приезжали и выбирали себе для шоу артиста вот я попала на такой кастинг ну не в качестве артиста в качестве зрителя еще ничего не умела ничего не занималась просто увидела там кольцо по моему кузнецова ставила девочка работала кольцо полетание очень понравилось и захотела заниматься тогда еще колец полотен было мало не было было очень мало это было только на цирковых где-то студиях не было вот этих вот без начальный виток до бесконечных пол дэнс классом каждой квартире где висели там кольца и пилоны то есть кольцо было только конкретно на цирковой студии и может быть где-то еще ну пилоны я не знаю никогда не сталкивалась особо тяжело было мне кстати тоже семья собака снимать безданных все сама до через боль здесь нам эти недалеко я так понимаю параллельно еще училась на на кого как ты попала в самолеты работаю поработаю потом у меня начинается сессия на учебе естественно как бы бросаю работу смысл был в том что я утрывалась постоянно репетировать у меня даже три месяца мама и отчим они не знали что я типа езжу на цирковую студию я вообще три месяца скрывала потому что ну как бы примерно предполагала их реакцию в начале и просто я вот куда-то уезжаю в одно и то же время каждый день и конечно не начали задавать вопросы говорит что работу нашла или куда ты ходишь постоянно ну каждый день вот ну потом уже когда вот 20 там исполнилось понятно уже прям надо работать вот надо это поработаю продавцом где-то этого по денег заработала хватает ездить на студию там на сессии какие-то я опять бросаю в таком режиме уже пришли так понимаю а как ты пришла к самолету как стюардессе вообще небо и земля мама посмотрели на всю эту движуху а мама в аэропорту работа не посмотрели на весь этот мой движ с репетициями с непонятными работами официанта бармена продавец кальянщик ну вот эти все а ты для до этого уже знал английский там же знание английского не надо сама сама учка при этом еще умудрялась а и полениться и погулять и училась и начала летать продолжала репетировать летала и училась то есть сколько лет ты пролетал ну и как это по приколу вы стерлеса или это напряжу камикадзе официанты бармен если что и акушерка было какой-то такой же запомнился пассажир прям вот на всю жизнь не что делал а а именно так чтобы типа отличился у нас когда-то гей летел и красота он такой был ляля там весь самолет держался он достал свои фотки такие большие и начал рассматривать сюда уже куда-то там собралась на контракт в конце ехать работать а поскольку по времени ты научилась работать воздух ну первый раз я вышла в манеж 22 года это не дернула девочка на замену там куда-то артист смылся на гала на выходные и надо было его заменить на две недели по моему это была первая твоя работа никого они знают и вот она меня дернула до этого то ни разу на сцене не было вообще в своей жизни на сцене была была танцевала уже голова киеве до голливуде наверно начинающих местах на какой-то дискотеке тоже мы там недолго что поработали пробовали я слышу нашу собаку наверное наш ну и она тебя выдернула и как то первое вступление пошло не стеснялась руки нет не трясились нормально просто вот так вот спонтанно написали поочередность трюков выбрали музыку то есть я приехала как-то был расчет что порепетирую все ну цирк шапуто там по-разному бывает иногда не вовремя все достраивают иногда есть такие моменты ну порепетировать не успели но ты как тебя обе или александра как тебя били и все это без мандража вышла хлопали люди на на как жарко сегодня пешком я в новом костюме своим так девочки вам его не показала камеру на себя переведу я девочки пропала потому что я была в одном месте где нельзя было снимать вот не то что я могла там снимать я дома там 10 10 минут что-то снимала опять убегала вот а сейчас у меня нет интернета мне надо его купить здесь где есть вода фан знают все где туркс цель как у меня и так понимаю надо ехать и я без интернета просто я не могу ничего грузить тот где мы в пансионате там очень слабый интернет идет прямо все слова совсем но сейчас пойдем ресторан здесь вроде как интернет идет попробую загрузить это конечно капец какой-то я уже сама нервничаю я себе во первых надумала кучу всего в голове борьба у меня идет самой собой жарко вот я иду на моем костюме которого мне показала живут оттянуть не могу давай каску конечно блин я задолбала уже сигаре мне интернет надо нашуся без интернета уже сколько время полирать как она пахнет подожди саша саша меня ж не слышно дальше забухнуть там саша посмотри на меня я уже просто всех достала для отвезите меня этот интернет заплатить говорю ну что ж это такое сапожный без сапог мадонна спасибо я где ездила интернет не ездить я попросила а это не это не подключать их машина это меня не тянет а а а а что саша не так приятного аппетита тебе саша мясо не ест вообще слова совсем а ты вообще никогда его не ела все еще чем дата ела уже дамы чем жалею об этом наш к детстве приучают мясо есть как доедешь мяско доедешь супчик а там увидишь картиночку на дне тарелочка там знаешь какая-то мыша свеклу держит или мыша свеклу держит и подобное ну детей же заставляют есть мясо они не хотят не хотят да а колбаску софия перевела жалко что репетицию не сняли такая репетиция классная была вывели там две одинаковые на открытие типа вечера вывели две одинаковые восьмерки очень легкие другой мужчина принес парни мужчина не парень и молодой за сороковник точно танцор кстати с животом симпатичный с животом мужчина мы вывели восьмерку сашка там переходы сделали начальное это потом импровизация это прошло блин у меня интернете с капец 1010 я отдала за 80 мегабайт по моему мы просто не могли найти все говорят мы знаем где водов а мы не знаем где этот самый а тут девочка работает у нас украины на кухне не она уже пацана говорит это я рада отвезите меня хоть куда-то не помнит надо счет ареносы не одни и тут стоит говорю капец я не снимаю нифига даже не нормально это 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 патрон патрон этого ресторана кормят нас супчиком с курочкой а сашка же говорит я не буду есть потому что он говорит там курица это тоже патрон это youtube в этом ресторане видите мы работаем там сцены сейчас я покажу к людям я говорю видишь как лайк да вот так молодцы спасибо я поняла я поняла я поняла а это выбираем все что хочешь спасибо хотел сказать у меня фигура я не буду у них все они какие-то с кислотой как будто пропавшие я понимаю что он не пропавший но такое впечатление я шамару пацанам помогите ну отвезите ну что мы же тебе дали там интернет в этом отеле он слабый он вообще наживаться не берет мне надо было софии деньги перебросить я даже не могла сделать это пункт у меня не открывала кстати там и костюмчик который я купила рукавчики такие с дырочкой были хорошо что волосы сделала старину свою прикрываю я тут уже снимала но сейчас покажу когда буду уходить мне нравится как на вишу сделано каплю стра с ценам мне здесь вообще нравится атмосфера не знаю что конечно здесь для работы приветствуют молодых девочек молоденьких поэтому семейный ресторан хорошая атмосфера жена здесь работает если вы не все на жена патрон классный публика хочет молодым друзьями себе живут отрастила сырок что там у тебя какой-то там мяско какой-то саша здесь в этом заведении уже давно почти третью неделю здесь работает скажи тебе как тебе здесь атмосферно мне нравится мне тоже нравится патроны вроде классно запеки не это единственное что я ж говорю они хотят молодые будут если у меня ничего не висела чтоб меня натянуть бы молоды мы тоже хотим молоды все хотят артист пожалуйста на 30 лет чтобы 25 лет опыта работы на сцене при том чтобы он еще не просил играть и не просил зарплату ни в коем случае и сам себе купил билеты и прилетел все хотят работать ну не обижаемся Сашка здесь не я говорю не про здесь я говорю вообще мы вообще тут когда Саша здесь была я говорю ну что там наша звезда говорит город говорит уже поселилась здесь атмосфера в городах автографы даже брали прикинь да в Китае брали вот так вот выходишь ну там допустим ну по китайским меркам небольшой город всего лишь 7 миллионов там знаете вот мы сейчас пришел назад там надо зайти купить порошок надо машинку с меня загрузить по-любому порошок надо взять вот если мы за костюмами потом сюда на пешком я люблю ходить но ты быстро было никуда выйти нельзя было то есть город небольшой вот так вот выходишь за соком подбегают дети начинают фоткаться что-то автограф говорит на аромат все мне этого хватит чтобы мне будет пуза торчать у меня сегодня когда примерку делал этот чувак такой берет меня и юбка она на липучке у него ну страшно я тоже сказала что он пришел после сорока на это не смотрится он такой знаете я резинку сделала себя он только берет меня и на этой липучке меня еще больше затягивает ну я пока с ним стояла рядом короче нормально все было подхожу к сцене не видно расслабилась так только слышно так липучка отошла меня не надо перетягивать тем более в движении когда темно светомузыка у меня есть интернет боже сашенька давай чтоб от моря не дуло пройдем мы там девочки сидим только что накормила как эту девочку хоть зовут оксана наверное она похожа на лицо как будто оксана ее зовут и это ты можешь переспросить я спрошу я потому что не знакомя я знала что она там типа с украины но я но что-то на лице как будто оксана а я думала она с россией и сидим разовариваем ну такие все туда-сюда она говорит я вот откуда с украины я тоже город Мелитополь я сама не из Мелитополя я там всего 4 года отучилась и уехала в Киев у меня там родители живут вот и она говорит проверяли была там летом 4 месяца проверяли вообще капец говорит а Саня говорит а я в Мелитополе работала первый раз да да первый раз в Манеж вышла в Мелитополе а что это было за заведение цирк джет а приезжий да я поехала на замену в 2010 году колечко отработала я говорю Сашулечка давай через магазин говорю надо купить я как и так я тебе и выкинула не съела вот эти фурму эту потому что она пока донесли она лопнула вся и надо купить порошок сейчас я возьму порошок и будем уходить запустим машинку там носки все такое я аж вообще вещи не брала что одна футболка собака с нами пошла а как ее как то так он тос или как то не знаю так это штука а почему она полностью я не знаю какое имя дали так что сегодня будем с Саньком работать синхрон классно у тебя очень энергия очень хорошая понимаешь не напряжная вот я с тобой иду я спокойно с тобой камеру открываю с тобой спокойно разговариваю у меня нет напряга что я тебя напрягаю понимаешь она идет с нами с нами она провожает а это не она это она она а что то у нее яйца появились не знаю это у нее просто писька извините висит потому что у нее течка это течка она вчера мне измазала там весь диван так подожди давай куда то больше в целе это мы правильно идем целевализованно мне нравится этот город постройки такие как будто он новый ничего разваленного нету просто новый красиво покрашены все дома или у меня после талии там допустим есть в центре ну старая какая то ну там красиво там как Париж там за счет того что рядом же Венция это строят что на коле вот ну скажем так дома похожи на дома не так как бывает часто с коричневым дождик начинается спасибо тихо спокойно приходили готики там даже не видела я маленьких я видела я шашлата как раз лежала одного норки сейчас вам покажу немножко построить тоже что-то будет строиться вот только вилла видно что прям новая не знаю здесь ну еще знаешь не не там где-то где вот движ 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 а в таком спокойном хорошем месте не надо еще помню как будто дома знаешь по свежему воздуху так ты уже тут сколько живешь блин месяц тут уже вообще как бы ну даже так ходила но ты тогда еще сказала что тебе зашло что тебе понравилось потому что я люблю маленькие города вот природа сельская местность то есть я не люблю когда на улице много людей движ собаку с нами точно париж да париж вообще не люблю блин ты мне только что такую одну фразу сказала меня с мурашки ты сказала когда мы ели ты сказала я жалею что я что не умерла да когда это я упала да потому что я сейчас так мучаюсь так руки говорит болят марина даже пальцами мне даже говорит такой барабан руками сделать это больно это не всегда это я вот потому что пилон решила поработать неделю ну она говорит такая вообще боль в суставах там же что у нее то есть это воздух мне гораздо проще допустим чем пилон потому что пилон это вообще невыносимо и боль и то что да я мучаюсь то что я мучаюсь еще из-за того что все таки но это протез это навсегда будет это болеть это протез я даже не знаю сколько по времени мне не дали никаких гарантий никаких гарантий как им вообще пользоваться то есть он на 30 лет на 10 на 15 нам туда точно я ничего не знаю какой закат посмотри жалко что я шапку не взяла холодновато то есть мне ж не дали там мне дали просто какую-то бумажку с написанием травмы и операции то есть там просто написано там протез такой тоторный ну хирурги по снимку говорят хорошее но опять же как его эксплуатировать этого я ничего не знаю на сколько лет там на 10 на 15 может мне надо ее писать через 10 лет я ж тоже не знаю ну а как-то проверку сходить сделать нет 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 ты чувствуешь по телу что больно да ну иногда ну просто иногда было лезть на плевол вот и все все больше не пошла если камеру выключила она такую вещь сказала мне такое просто нравится мне она я говорю что ты не она говорит там ну нафиг такое говорить я говорю ладно я скажу даже пусть будет куда от меня но говорит когда человек умирает говорит его душу взвешивают не ну ботиную массу души взвешиваем вот не прошла и потом говорит она перемещается уже в том чем она какое тело она может наполнить насколько тебя много как я понимаю ну то есть либо у тебя там знаешь как много инфракрасного там какого-то негатива то есть в принципе даже негатив и позитива но у него как бы нет просто вот ультрафиолетовый спектр инфракрасный хорошо либо поднимаешься туда либо спускаешься туда ну типа или ты червяк или ты бабочка ну не знаю я не хочу быть червяком смотри да допустим некоторым человеком человек может там перевоплотиться только все ну мы ж я хочу быть человеком у нас сборная солянка это не то что буша я хочу быть женщиной я не хочу в следующей жизни быть допустим мужчиной ой мужчина знаешь есть такой мультик я бы прожила свою жизнь заново я всем очень посоветую короче прям бомба мультик можем даже дома посмотреть называется кот который гулял сам по себе а что то мы такое были в детстве смотрели да да и там вот как бы ну сиамский канал нет там просто про мультик про кота про мужчину про женщину про пещерный век а тогда я не смотрела был жил был человек и был человек дикий дикий и оставаться бы ему таким диким если бы не появилась женщина и тут выходит женщина нет я не смотрела ну то есть это как бы восьмой класс биология икс икс набор хромосомов икс игр немножечко не доразвили извините не в обиду но это школьная программа да не доразвили да вот этих мужиков одни проблеми одни проблеми у меня хорошее настроение у меня есть интернет интернет давай побьем кого-то хорошее настроение патрон говорит так девчонки говорит будем пить вино а я говорю в смысле пить вино я бросила позавчера все я начну сейчас покажу да вот тебе пожалуйста и тут розочка и там розочка то есть в чем прелесть маленького города в большом городе я бы не обратила на это внимание я бы смотрела под ногу на дороге на несущего впереди пешехода на ребенка который вот тут на велосипеде переезжает дорогу он тоже вкус такой а здесь идешь и наслаждаешься ну холодно видишь мы шли было тепло сейчас все даже варежки водила бы с удовольствием да так ой глянь лежит тюлень вот это не собаки они толстые такие все они вообще они прям просто здорово давай обойдем ее нафиг я их так боюсь они такие у них огромные я таких огромных в жизни не видимо огромные возле нас там метро стейшн вот это там просто вот такая вот собака весом наверное я не знаю каким то есть у нее такая спина смотрите это мечеть девочки ага видите дома то видите как все аккуратненько вот вообще ну я не знаю супер это спальный район мы находимся в зоне спального района до центра пешком мы шли ну где-то час сорок мы шли да и нам наверное куда-то вот этой дороге ты думаешь что то нет вроде да мечеть я помню мы проезжали саша мы сейчас запутаемся мне кажется что нам туда прямо мы сейчас туда точно запутимся вдоль моря ага хорошо крюк сделали вышло просто нам надо было пройти а потом уже завернуть и пошли прямо хорошо давай что-то не потеряться помещение будут сдавать то я вообще люблю смотреть когда такие вот дома мне нравится смотреть на шторы что стоит на подоконнике у кого да что то если цветы стоят вот типа вот так вот человек тянется к прекрасному понимаете даже там цветочки поставил супер мне нравится вот это как у них аккуратно нет вот это вот есть такие места где все разбросано какие-то банки валяются какие-то пакеты выбрасываются какие места есть везде а так в основном очень такой город центр мне тоже понравился лимонное дерево или это не лимоны а его прям все покрашено все так это самое мне как хочется свою квартиру с балкончиком там кстати я как-то уже комментировал этот комментарий там написали а мы вот лежим в своей квартире на своей кровати а ты там где-то лазишь каждому свою я тоже отлежала в Италии на своей кровати которую хотела розовую пумпурную себе сейчас меня устраивает данная моя типа жизнь со своими мечтами естественно то есть как бы ну я вообще не претендую ну не на чьё там я же не стою евро чтоб всем нравится поэтому я почитала я вас поняла я очень рада за вас тоже смотри какой бирюзовый да покрас цветочки есть такое прикинь герания смотри гортань до сих пор стоит цветет цветет знаешь это движение жизнь прикинь я помню было выложено ну вот как в союзе знаешь вылаживали там вот эти всякие фразочки плитками да камнем плитками да и я вот помню очень люблю гурзуф ммм какая день я там пять лет не была это крым это я такое кино смотрела поэтому ой смотри какое это это я кино смотрела гурзул и я поняла что это Крым но это я кино смотрела классный фильм кстати обалденно не ну гурзуф я именно место люблю еще не видела ну а я такое люблю в Симе там был классный вот и место обалденное я помню вот приехали мы первый раз именно 16 лет автобус не смог там что-то развернуться в этих булочках в горах и нас высадили типа сумками идите вот до пансиона вперед вверх под горку а под горку было идти ну так минут десять с сумками то есть Егорка такая хорошая хороший градус наклонов то есть это было прям все очень в жару ну вот лето Крым там с поездом вот это все как сложно было идти я вот помню вот эту фразу движение жизнь выложена таким кафером каким-то смотри дом строит тоже выложили вот смотри как будто сердце какое-то мы правильно идем Саня мы всегда правы Александра Александровна я не хочу здесь блуждать нам еще надо все в порядок провести вот так же да давай это все равно он приватный все равно там может быть не так дорого но все равно да Сашка в шарфе в этом самом остап бендер так я в грузиках нет нормально а да в Тайе так ходила по дворку помню там пошла ножки качалась да потом девчонки брали на карантине грузики решили на пробежку выйти в Тайланд в каких странах ты была? туда они побежали в грузиках назад несли их в руках и жутко матюкались в каких странах ты была ну так быстренько что то что всплывает ну штук десять была нравится путешествие ну ты цирком была да? ну в основном цирковые контракты то есть по авиации было еще когда летала немного у меня было три контракта в Иран у нас авиакомпания давала самолеты в мокрый лизинг и отправляли нас туда в командировку на два с половиной месяца там на месяц на два в основном на два и все то есть я первый раз в 2009 там проработала лето два с половиной месяца хотя ездила на месяц но так как я прилетела в день выборов на второй срок выбрали этого президента и там начались заварушки а я в этот день прилетела я вот сейчас с мамой разговаривала мама говорю хочу там туда то она говорит а типа хочу в Иран опять она вот не надо говорить там война не надо эти слова не употребляем она говорит ты куда не поедешь везде какие то начинаются действия ну я говорю это не я это таксом Паша куда нас вывела уже по любому зайдем тот который есть на пути по любому мусорные кстати видите на педаль нажал да и они открытые а в Италии в Италии такие они закрытые надо только по карточке видите мусор а в Италии закрытые только по карточке надо здесь же мусор неразбожен нажала на педаль аж устал на репетиции загнал сегодня у нас немножко ему понравилось чувствовать себя в роли ну а я в полную бассейруху прям с таким энтузиазмом у них мусор же не разделяется в одно кидайте кстати у меня тапочки порвались мне нравится командовать не но все равно он же пришел в роли хореографа понятное дело он пришел уже весь с костюмами еще заставил переодеться юбки ужасная длина ужасная юбок надо шорты под низ одевать да да я если бы узнала что такое распад взяла бы нам колбоку танцевальную у меня в измерении ну да поняла всех да 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 телесную ага у меня просто одни есть купила уже через пальчик без такой а другие вот уже облизалась все мы пришли домой зайдем сюда а это вот хозяйственный вот мы сейчас здесь купим порошок по-любому он должен быть здесь мераба видишь тут все есть никуда идти не надо и салфетки мокрые и порошок для геля взяли порошок я привезла с тобой две свечки одна почему-то две не зажглись одна сгорела на маленькие саня берет нам свечечку классно вечером зажигать все берем все ты заплатила пошли я заплатила за порошок заплатила за это саша берет свечку все домой там сколько не убирай почему-то пол и пачкается и пачкается и пачкается этот волосы непонятно сколько раз будет протирали в тот раз тоже можно видишь а ты говорила зашли все маленький магазинчик по дороге у меня с башка разболелась пансион 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 весь мусор на нон а мы не знаем и вынесли вообще мусор волосы как моем беру капельку шампуни над ну допустим на губку или там не знаю на трусы просто так вспениваю эту губку или трусы не неважно носки чистые которые ты будешь сейчас стирать и просто втираешь свою голову так берешь пальчиком и аккуратненько где проборы и все потом водой она когда когда она ополаскивается суммы делаем а ты его спустишь и все я ему втираю и потом когда прохожусь водой водичка стекает уже на мою косичку так два раза делаю все нет это лучше чем косички они не тяжелые вообще от слова совсем единственно что этом лазе руками на кончиках вот здесь они у меня распушились он сейчас саня приедет не знала думала карточка пройдет не пройдет сколько ты едешь куда она не слушай сейчас тебе прикол расскажу напомню сейчас когда камеру выключу мне так понравилось вчера как ты сделала себе блестки сделаешь мне тоже так блестки вообще прям такой эффект у тебя был блестками так красила контуры то есть их либо начало делала либо на гель для волос либо на прозрачный блеск очень красиво чтобы не держать нету тебе вчера держались когда работала персмотрела все она держится ну да сколько представление у вас в день было как накрасился и все вот сейчас видишь не воняет куревом видишь от куревом не воня если одно утреннее и вечернее то конечно умывалось и красное создано я оставляла открытой специально этот не не я оставляла она проветрила смотри если хочешь пока никого нет пусть будет проветрена конечно все это наше вот свечка не зажгла вчера вот это вот не знаю почему я еще так думаю блин потратила бабло и думаю так классно было бы со свечкой не она красивая а потом зажгем давай надо бы поубирать